всем привет я саша кузьмина вы на моем youtube канале сегодня по большинству запросов снимаем серию недвижимости начинаем мы с человека за кадром мой продюсер и просто хороший человек по совместительству наташа всем привет да меня зовут наташа я продюсер канала саша и также продюсер рекламных съемок вот сегодня расскажу про свой опыт съема первого жилья в израиле да наверное мне кажется расскажи немножко свою историю как ты оказалась в израиле как давно ты мы с мужем в начале сентября приехали на программу масса если кто знает эту учебная программа жили в общежитии 6 месяцев общежития квартирного типа и в марте нам нужно было съезжать уже соответственно свое жилье и мы где-то наверное начало с января то есть начало января начали искать свою квартиру мы сразу решили что мы будем подключать риэлтора и параллельно искать самим почему вообще принципе пришли к такому решению мы мониторили разные ресурсы по поиску квартиры это я читаем это различные группы фейсбуке их просто миллион эти различные телеграм-каналы есть еще несколько сайтов если честно забыла их название и мы поняли что так или иначе 80 процентов квартир сдаются от лица риэлторов то есть просто это риэлторы которые выступают на стороне хозяев и мы решили что так или иначе нам нужно будет платить комиссию и лучше комиссию заплатить своему человеку то есть риэлтору со своей стороны которые заинтересованы в том чтобы у вас была хорошая квартира вот поэтому мы нашли мадлену нашли через мою подругу которая здесь живет год и которая к ней также обращалась за помощью и в общем целом которая была мадлены довольно вот нам на самом деле было довольно тяжело что-то искать потому что у нас было очень много параметров по которым мы искали квартиру то есть во первых это бюджет мы искали квартиру до 1300 долларов в месяц включая счета если переводить на шекеле это где-то 4 700 4 500 для центра страны это не очень много мы хотели жить непосредственной близости к тель-авиву к сожалению это не бюджет для тель-авива нового нас вполне устраивали варианты такие как например батьям холон не тони и так далее в на программе масса мы жили в батьями нам в общем целом понравился этот город здесь очень хорошо развитая инфраструктура какая какие-то транспортные развязки очень много магазинов хороший пляж поэтому мы в первую очередь смотрели квартиры в этом городе также из параметров мы планируем переводить сюда нашего кота из россии поэтому нам нужно было чтобы хозяева разрешили жить животными и что самое на самом деле было сложное нам нужна была квартира с мебелью и с техникой потому что мы решили что первый год он такой немножко тестовый в израиле то есть ты еще присматриваешься к квартирам присматриваешься к районам ты ищешь постоянную работу и велика вероятность то что после первого года мы захотели бы квартиру сменить и уже соответственно в следующем жилье становиться на подольше поэтому в первую квартиру мы не хотели искать мебель покупать ее и конечно как ты знаешь я думаю что еще ребята об этом скажут в израиле там 80 90 процентов квартир они полностью пустые то есть даже бывает такое что нету техники то есть а есть просто кухонный фронт без даже варочной панели тебе все нужно покупать с нуля мало того что это дорого это кстати что покупаешь себе духовку а потом тебе ее нужно пристроить куда-то в следующую квартиру это абсолютно неудобно также из требований у нас было то что мы хотели такую квартиру среднего размера что это значит квартиры в израиле в основном очень большие потому что это очень семейная страна как я понимаю и здесь квартиры там минимум трехкомнатные это очень много и они дороже и при этом мы не хотели жить с какими-то другими людьми в квартире то есть комнаты мы не рассматривали и студии мы не рассматривали также потому что мы оба работаем из дома и нам нужно отдельное пространство то есть как минимум это должны были быть полторы комнаты то есть спальня и гостиная соединенные с кухней и это на самом деле такой самый сложный размер в израиле по моим наблюдениям потому что больших квартир очень много студии начинают строить в новых домах потому что понимают что приезжают одиночки из других стран и они просто как бы это не рентабельно снимать большую квартиру и соответственно они готовы вселиться в маленькую студию а вот такие вот полторы комнаты это очень большая редкость поэтому на самом деле под такие параметры попадает мне кажется процентов 5 квартир при этом кстати говоря у нас нет еще официального дохода в израиле поэтому нам нужно было чтобы хозяин согласился сдать нам квартиру без зарплатных ведомостей на руках у нас было чуть меньше суммы чем за три месяца поэтому мы настаивали на чеки бетахон а не на залоге наличным то есть на самом деле у нас такой довольно сложный кейс по поиску квартиры вот но нам тут очень сильно повезло мы обратились к моделлине и буквально первая квартира которую мы посмотрели она подошла по всем параметрам но тут важно отметить что риэлтор в данном случае во всяком случае для нас он больше играл роль как бы переговорщика что ли потому что мы приехали в квартиру она нам очень понравилось она находится на границе батьяма и яфа то есть это прямо супер локация с точки зрения доступности для вива у нас пять минут до моря да там это в планах там есть абсолютно вся мебель есть даже отдельно постирочная у нас есть ванная именно прямо ванна да 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 это это тоже на самом деле большая редкость для израиля как я понимаю и нам эта квартира в общем целом понравилась мы решили что мы первую же квартиру да мы берем но тут начались небольшие сложности в чем была сложность мы нашли эту квартиру в начале февраля программа у нас заканчивается в начале марта то есть был целый месяц получается простое квартиры а помимо нас на эту квартиру еще были желающие и был вариант либо отказываться от нее либо соответственно въезжать и платить ну как бы лишний месяц грубо говоря когда у нас есть оплаченное жилье от программы также хозяин насколько я помню он не хотел животных потому что квартира меблированная и соответственно животное может что-то испортить также он хотел залог наличными деньгами да то есть да поэтому мы позвонили риэлтору мадлене и сказали что к сожалению вот такая ситуация мы не хотим платить за лишний месяц у нас будет код и как бы ну мы не хотим отдавать наличные деньги как залог что сделала мадлена она значит ну тоже это все было за кадром то есть я об этом не знала она связалась с хозяином она нас прорекламировала сказала что вот мы такие хорошие такая хорошая семейная пара 150 лет вместе значит мы работаем у нас есть все еще как бы неплохой доход из нашей страны исхода значит что вообще код у нас такой замечательный просто самый порядочный коды в мире вот и что больше всего меня удивило когда мы смотрели квартиру мы встретились с соседом и она позвонила соседу и попросила соседу как бы замолвить за нас слово то что он нас видел он с нами разговаривал и мы производим впечатление адекватных людей вот и на самом деле хозяин тоже с ним тут очень повезло он пошел на все эти условия то есть он согласился нас подождать месяц такое мне кажется вообще нигде не бывает ну посадишься у человека квартиры месяц простаивает как бы он согласился на чек бетахон он согласился принять нашего кота то есть в общем и целом он действительно пошел на все условия и это тоже бонус работа с риэлтором наверное здесь будет круто продолжить задавать вопросы риэлтору да да вот поэтому у нас был очень хороший опыт работы с риэлтором и на мой взгляд это комиссия полностью окупилась я очень довольна потрясающе наташ спасибо большое что ты поделилась своим опытом я хочу продолжить это видео и задать несколько вопросов риэлтором которые работают в центре страны stay tuned мадлен спасибо вам большое что вы согласились на это интервью мне кажется есть очень много наболевших вопросов у моих зрителей и было много запросов задать вопрос по недвижимости риэлтору в израиле я хочу начать с того чтобы вы вообще в целом далее какой-то комментарий по поводу того насколько изменился рынок с тех пор как началась война с тех пор как началась война спроса естественно вырос в израиле потому что приехало много людей с украины также с россией которые не согласны с войной и начали приезжать люди именно в россии это с центра россии если украина приехали все кто мог уехать тот момент то с россии приехал центр россии которые не согласны с войной эти люди которые на и платежеспособные которые жили в очень хороших условиях у себя в домах на своей родине также здесь они начали искать себе хорошие варианты и это говорит о том что у них была хорошая платежеспособность они могли заплатить за хорошие квартиры и то есть рынок изменился в любом случае цены выросли арендодатели почувствовали что люди платежеспособные они просто подняли цены потому что мы приходили на квартиры которая стоит 8000 если мы сказали 10 они бы тоже забрали бы за эту сумму если все устраивало ничего себе да единственное что приезжие люди просили квартиры с мебелью а у нас в израиле 90 процентов квартир они совершенно пустые все заезжают со своей мебелью здесь мы столкнулись с проблемой которая тоже не проблема это дело денег если добавляем какую-то сумму это все можно организовать и устроить ну а начиная с какой суммы можно найти приличную квартиру скажем для семьи с одним ребенком семья с одним ребенком подразумевает трехкомнатную квартиру это две спальни и салон и кухня естественно вот цены очень отличаются мы говорим о центре но центр является также Тель-Авив и также Батьям или Хулон если в Батьяме мы можем найти за 6000 хорошую квартиру со всеми удобствами со стоянкой и с лифтом то в Тель-Авиве к сожалению мы не можем найти даже плохую квартиру цены в Тель-Авиве намного выше и если снимать квартиру которая ну хотя бы как-то отвечала на запрос клиента начинается с 8000 с 8 и дальше 8 это тоже как бы там есть моменты есть вопросы не все может устроить но цены отличаются но есть еще такой же момент когда снимают квартиру надо какие-то предоставлять ведомости о зарплатах а вот как новым репатриантам снять квартиру когда они только приехали в Израиль и у них еще нет постоянной работы или они как-то удаленно работают еще в стране исхода до своего вот как с этим моментом бороться что с этим делать в принципе не все так категорично не все требуют зарплаты люди входят в положение не все да есть люди которые просто не достучаться нет зарплаты вот у меня вчера был случай она просто не готова показывать квартиру не важно что даже есть доходы с России там с Украины кто откуда приехал но для этого есть риэлтор хороший риэлтор может подсказать что можно сделать как поговорить правильно с хозяином чаще всего сам человек не сможет договориться поэтому он берет риэлтора но тоже риэлтор есть риэлтор есть риэлтор вот это кстати хороший тип что как раз услуги риэлтора могут вам помочь с такими нюансами как мебель как поговорить с арендодателем разобраться с вот своей платежеспособностью нет все вопросы которые касаются съема квартиры просто вот новый репатриан сегодня приехавший он сам не сможет это сделать потому что у него просят там гарантийную сумму в три месяца он скажет у меня нету повернется и уйдет да в принципе мне не подходит у меня нет таких денег мы живем в Израиле здесь немножко по-другому работает здесь нужно договариваться здесь можно сесть за стол переговоров и для этого нужна я я вхожу в эту ситуацию я сажусь я разговариваю с арендодателями мы договоримся о слове о условиях которые подходят моему клиенту мадлен расскажите нам какие требования вообще есть целому хозяев что такое гаранты что такое гарантийные вот эти чеки как это все работает прежде всего еще раз хочу сказать что есть такой момент вот люди думают почему они хотят так много они требуют от нас и чеки и гаранты и какую-то сумму закрыть да вот столько всего почему они нам не доверяют должен понимать что человек дает квартиру которая стоит сегодня вы понимаете цену на квартиру очень много денег это говорит мы говорим о миллионах и есть случаи когда оставляют квартиру в таком состоянии или просто не оставляют человека нельзя в Израиле выгнать квартиры да пока не подашь в суд а это длится месяцами шесть месяцев восемь месяцев для человека не можешь просто вот освободить от с квартиры поэтому люди пытаются себя подстраховать тем более те которые уже где-то обожглись на каких-то клиентах квартиросъемщиках которые сняли и просто вот безответственно относились или там есть моменты когда иногда когда все сломали или оставили грязную и у нас был момент когда даже и и просто вот на стенах сделали порезы да вот они просто ножами мне кажется или чем-то что оставили квартиру просто в ужасном состоянии там нужен был не просто косметический ремонт а вот хороший ремонт потому что все сломано было вау такое бывает да и эту вот ее не эту женщину невозможно было просто вот выселить как прям студенческие годы в киеве да это нужно было это взяло месяц и шесть месяцев она жила бесплатно она просто не платила за квартиру вы понимаете это суд это время это по естественно в конце и выселили ее оттуда но вы представляете что стоило людям которые вот хозяева квартиры которые вот с таким столкнулись но это ужас тем более квартира была в элитном доме да не какая-то старая это новая квартира совершенно в которую она заехала и вот таким образом она оставила им квартиру поэтому я их понимаю когда они сейчас попросят там 30 тысяч какие-то гарантийную сумму это я думаю что нормально это как есть на иврите фраза такая у тебя если у тебя есть рубашка то ты переживаешь за рубашку так это вот как раз про эти квартиры которые сдают в элитных домах и потом переживая что с ней будет да да это момент такого доверия конечно я понимаю но еще вот много вопросов мне приходят в личные сообщения про деленные квартиры вот в чем недостаток и чего бояться смотрите это вообще в принципе бояться здесь чего можно бояться просто бояться можно одного что тебе в один момент просто могут сказать извини освободи квартиру потому что это все нелегально это единственный момент который может быть начала да да это просто нелегально но очень много работают очень много как бы сдают и не было случаях очередь были случаи но редко что сказали освободить пожалуйста квартиру нам нужно как бы это все разломать и вернуть ее в первоначальное состояние Да, ну, наверное, надо несколько комментариев здесь дать, что такое деленные квартиры. В Израиле есть такая практика, что большую квартиру из шести комнат делят на две-три маленькие и сдают их... Там идет по метражу. Да, по метражу. Больше, чем 70-80 квадратных метров, ее можно разделить на две комнаты. Больше 80 уже можно, не две комнаты, а две квартиры. Потом 100-метровую можно разделить на три квартиры, есть, которые жадничают и делят на четыре квартиры. Людям удобно. Есть иногда одиночки, которые просто не могут платить за целую квартиру, платить Арнону и все услуги, и поэтому им удобнее снять деленную квартиру, в которую заходит все. Там все включено, кроме света, воды иногда. С одной стороны, одним это не подходит и неудобно, а другим для них это спасение, потому что другой возможности снять квартиру у них нет, потому что квартира в Израиле это очень дорого. Да, действительно, квартира в Израиле очень дорого. Уже даже я читала какую-то статью, что дороже, чем в Сиднее, в Тель-Авиве квартиры. И, наверное, я хочу закончить наше интервью вопросом о том, сколько стоят риэлторские услуги, и когда человек обращается к риэлтору, сколько это стоит? Вот, может, вы можете дать какие-то комментарии здесь? Ну, ставка у всех одинаковая, это прописано. При покупке квартиры мы берем 2% плюс налог, и при съеме квартиры мы берем сумму первого месяца. Также плюс НДС. Плюс НДС. Я вас поняла. НДС в Израиле 17%. Супер. Мадлен, ну, кажется так, со съемом квартир довольно понятно, что происходит на рынке сегодня. А что с покупкой? На сегодняшний момент это болезненная тема, потому что в последний год цены выросли, как вы, наверное, все знаете, на 20%. Что это просто вот что-то невероятное, и мы как бы ждем сейчас застой. Застой сейчас случился в данный момент, потому что квартиры не продаются, так как и ипотека выросла, вы тоже, наверное, знаете, что процент ипотеки сейчас просто вот взлетел на несколько процентов. И люди боятся брать мошканту, потому что они понимают, что они просто ее могут не выплатить. Мошканты это суда на квартиру. Вот, и в данный момент мы вот в таком состоянии подвешенном немножко, не знаем, что будет. Есть эксперты, которые предполагают, что цены будут опускаться, чему, честно говоря, я мало верю, потому что за 20 лет в Израиле цены только поднимались, даже когда были иногда вот в 2008 году был застой, так же, как сейчас, цены не опустились. Они просто притормозили, потом опять оно пошло вверх. Вот, но в Израиле покупка квартиры это очень удачное вложение. Да, это правда. Это лучше, чем, мне кажется, в любой точке мира. Чем в биткоин. Люди, которые вложили в Израиль, они выиграли. Все, кто купили квартиру у меня, они все выиграли. Если посмотреть назад, никто не может сказать, что я сожалею, что я взял такую дорогую квартиру, или чуть-чуть выше я заплатила, чем должно было быть. Все выиграли. Поэтому стоит покупать квартиру в Израиле. Супер. Мне для того, чтобы купить квартиру в Израиле, которая мне нравится, нужно всего лишь 500 лет. Адлен, спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Павел, спасибо большое, что ты тоже согласился со мной на это интервью. Представься, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Павел Коренфельд. Я владелец агентства Коренфельд Групп в Тель-Авиве. Мы работаем в основном в Тель-Авив, центр страны, Герцлея, Кейсария. Относительно такой левел немножко завышенный чуть-чуть. Мы ведем также более бюджетные проекты, более бюджетные квартиры. Все, я поняла. То есть надо как бы уточнить, что вы занимаетесь и продажей, и покупкой квартир, и также аренда, съем. Да, мы работаем, мы представляем, например, если у нас клиент покупатель или арендатор, то есть мы ему подыскиваем, мы ему ищем недвижимость и представляем его интересы в сделке. То есть все услуги, все сервисы, которые локер может предоставить. То есть да, мы ведем переговоры по условиям сделки, по платежеспособности клиента, какие условия гарантии должны быть в этой или иной недвижимости, в этой или иной квартире. То есть мы ведем сделку до конца, до получения ключей. Окей, круто. Ну скажем, я Саша Кузьмина, приехала в Тель-Авив из Киева, началась война в Украине. Ищу квартиру. Вообще не понимаю, где я нахожусь. Вчера приехала, снимаю Airbnb себе, там по 100 долларов в день. Ищу в поиске квартиры. Да, я вот ищу. Какие преимущества того, что я найму брокера? Это типичный стандартный вариант, с которым мы сталкиваемся вот в последнее время. Потому что сейчас идет такая относительно большая алья. Они в основном все живут сначала в Airbnb, квартирах на краткосрочной аренде. И параллельно ищут себе аренду на долгий срок. То есть они или обращаются к риелтору, или пытаются как-то найти сами. Но чтобы договориться по условиям сделки, во-первых, нужно учитывать нынешнюю ментальность. То есть тут ментальность и там ментальность, они немножко разные. Да, я согласна. Условия закрытия сделки, они немножко разные. То есть люди не понимают, что такое чеки, что такое гаранты, на чем подписываются гаранты, какие-то гарантийные чеки, какие-то банковские гарантии. То есть людей кошмарит это немножко. Мы должны правильно все это объяснить, предоставить и также ввести переговоры с арендодателем, чтобы смягчить условия гарантов. Например. Например, у человека не хватает, например, три суммы аренды, ему нужно отдать арендодателю или заморозить на своем счету, это банковская гарантия, как гарантия для арендодателя. У него, например, нету, окей, но он может привезти одного гаранта, то есть поручителя, который подпишет на специально гарантийном векселе. Гарантийный вексель, это всегда нужно, то есть хозяин, чтобы получить эти деньги, он должен обратиться в суд. Если он получает банковскую гарантию, это как кэш. Ну, типа кэш. Он может ее сразу обналичить и забрать себе деньги моментально. Это болезненно. Это болезненно, это как бы где-то опасно, я бы сказал, ну, конечно, все это нужно оговаривать в договоре, все это должно быть описано в договоре. Вот это как раз те моменты, где риелтор может помочь. Вот эти те моменты, которые риелтор должен обговорить с хозяином и где-то смягчить, то есть не 20 тысяч, ну, у нас в среднем квартира там от 8 и, как говорится, я не знаю, как привезти правильно, шамаем за огуль, то есть нет предела, то есть квартиры очень дорогие, и когда говорится о трех месяцах аренды, это суммы доходят до 50 тысяч. Соответственно, понятно, те, кто может себе позволить такую квартиру, у них есть такой задаток, они могут это сделать, но все равно ты ведешь переговоры, как риелтор, ты представляешь интересы своего клиента, и тебе нужно найти или смягчить, или найти общий знаменатель между арендодателем и арендатором, чтобы закрыть сделку где-то в пользу все-таки своего клиента, потому что ты представляешь его интересы. 50 тысяч шекелей аренды? 50 тысяч шекелей? Нет, есть такие аренды. Я говорю за трехмесячную оплату, то есть 15 тысяч в среднем, скажем, например, сняли пентхаус какой-то за 15 тысяч, три месяца аренды это 45, месяц риелтору плюс НДС, и первый месяц еще нужно оплатить хозяину. А иногда хозяин хочет, чтобы мы платили каждые два месяца. То есть получается у тебя 100 тысяч уехало. Вот такое начало. И ты еще не въехал в квартиру. Еще нету мебели. 15 тысяч шекелей пентхауса, это, наверное, не в Тель-Авиве. В Тель-Авиве можно трехкомнатную квартиру за 15 тысяч. Не-не, есть пентхаусы, например, мы недавно, это кейсы, которые я могу рассказать. Мы сдали в аренду пентхаус, это был Северный Тель-Авив, там 16 тысяч, хотя просили 18, мы сторговались, да. Там был контрагент, мы разговаривали с контрагентом, но так как мы на рынке уже давно, и мы знаем почти всех агентов, то есть нам, может быть, ну и знание иврита, то есть, да, это тоже клиенты, которые приходят сегодня, на сегодняшний день к нам, у них нет иврита, они полностью должны доверять своему брокеру. Зависим, да. Они, да, они должны доверять, то есть к нам в основном приходят по рекомендации, у нас такое сильный раз это сарафанное радио, нам это нравится. Ну, надо, конечно, признать, что в Израиле все работает, все networking, вы знаете кого-то, кто-то знает кого-то, кого-то посоветовали, да, это очень работает. И еще по пентхаусу, это был огромный пентхаус, там было четыре комнаты. В Северном Тель-Авиве? В Северном Тель-Авиве, да. Там был, конечно, нюанс, что там рядом идет стройка, никто это не скрывал, ребятам это было нормально. Кстати, вопрос по стройке, вот, интересный. Как вот узнать, когда ты начинаешь поиск квартиры, да, и ты нашел что-то, что тебе более-менее нравится, как узнать, не будет ли твой дом следующий в очереди на ТАМА? Надо, наверное, нашим зрителям объяснить, что такое ТАМА. ТАМА – это проекты реновации, то есть есть ТАМА, это название, да, например, ТАМА-1, ТАМА-2. Мы сейчас не будем заходить в технику, в технические детали, где настраивают, где сносят и строят новый дом. Но чтобы понять, где ТАМА есть, а где ТАМА нет, давайте я расскажу кейс. Есть, например, район старого севера Тель-Авива. Кикара-Медина – это площадь страны, там бутики и всякие крутые магазины. Этот район и вообще весь Тель-Авив – это одна большая стройка. Это правда. То есть люди понимают со временем, может быть, не с первой квартиры, но вот когда они просматривают несколько квартир, они понимают, что они везде могут попасть. Или если не сейчас, то через месяц-два начнется стройка. И они уже в договоре, они не могут выйти из договора, если там не прописан пункт. Если здесь начнется стройка, то мы уходим. То есть это… Ну вот у меня, например… Как найти? Да. У меня прописано, что может начаться через 3-4 года ТАМА в контракте. Это значит, ну, твой хозяин квартиры согласился на этот пункт, окей? То есть тут кто-то вел переговоры. Я не знаю, ты нанимала риэлтора или ты сама. Я сама. Окей, это тоже нормально. Да, мне повезло. Если, например, ты договорилась с хозяином, и хозяин согласился, то есть все окей, ты прописал этот пункт в договоре, ты можешь выехать из квартиры, или ты должна, например, предоставить другого арендатора. Найти себе замену. Если ты находишь себе замену, то это одно. А если ты уходишь из-за того, что есть стройка, это немножко совсем другое. Какие там, смотря какой пункт, да? Как это найти? Как это найти? Можно просто спросить, может быть, у жильцов дома. Если в основном все доброжелательные люди в Израиле, они ответят, а еще и расскажут все. С удовольствием. Это нормально. И, конечно же, есть, но это уже нужно знать, учить. Есть сайты, которые тот же муниципалитет предоставляет разные шаги, не шаги, а предоставляет разные шаги по строительству в том или ином проекте, в том или ином здании. То есть, они получили разрешение, не получили разрешение, они ждут разрешения, подали прошение на реконструкцию. И это все занимает время. И надо понимать, от подачи документов до получения разрешения может пройти два года. То есть, можно прожить спокойно два года. Вопрос, когда подали разрешение. И запрос на разрешение строительства. В общем, мне кажется, ботомлайн, что нужно все нюансы всегда проверять. Ну, и у меня такой личный вопрос, который мне приходит постоянно в личные сообщения, и я задаю его сегодня всем. Деленые квартиры. Недостаток, и почему их все боятся? И что ты лично об этом думаешь? Во-первых, это незаконно. Окей? Как бы это незаконно. Но люди это делают. Почему боятся? Это не вопрос бояться, не бояться. Это вопрос бюджета. Если у тебя есть бюджет, не надо бояться, иди снимай нормальную квартиру. То есть, есть деленки. Это в практике. Но это в практике есть такое. Может быть, я не сильно много встречал это в Тель-Авиве. Потому что мы работаем во всем Тель-Авиве. От южного до северного. Встречал это более, например, в других городах я встречал это больше. Люди хотят максимально получать прибыль от квартиры. Они платят ипотеку. Все растет в цене. Им нужно бояться. Что нужно смотреть? Я думаю, что нужно смотреть, когда приходишь смотреть квартиру, смотреть на потолки. Потолки слышно, наверное. Нет, ну смотреть на потолки. Слышимость. Есть такое. Когда в зеленых квартирах ты слышишь, как соседи ругаются, а потом, как они мирятся. Ты можешь это слышать. Если там не поставили этот... Я забыл, когда гипсокартон и все стенки из гипсокартона в зеленой квартире. То есть, да, есть такое, что ты можешь услышать соседей. Но нужно смотреть на потолки, не течет ли где-то там грибки, не грибки. Это все нужно смотреть. Но это, наверное, может быть не только в зеленых квартирах. Это везде нужно смотреть, конечно. Сто процентов. То есть, на самом деле, в зеленых квартирах нужно смотреть все то же, что и в не в зеленых. Да, но в зеленых квартирах меняют коммуникации, это называется, да? Вот эти трубы на русском коммуникации. коммуникации меняют коммуникации там и переводят переделывают то есть там нужно смотреть где течет что течет может быть потому что это это не это не хорошо для здоровья когда есть грибки эти все павел мы же с тобой немножко говорили до этого интервью я тебе рассказывал что я сама работаю войти вайтаки здесь в израиле я супер люблю вообще кейс стадии поэтому расскажи мне какой-то кейс который у тебя был интересный с продажей покупкой какого-то люксового сегмента квартир в тель-авиве мне кажется будет интересно у нас у меня была история ко мне обратились по рекомендации вернее меня нашли до по рекомендации это был пинхаус тель-авиве это было относительно такая немаленькая сделка мы приехали я приехал разговаривать с хозяином посмотрели квартиру и там был такой кастинг риэлтора да да ну это я уже потом узнал мы посидели примерно поговорили было о чем поговорить очень интересный клиент я обычно просто привыкла к тому что всегда кастинг жильцов в тель-авиве там где-то работаешь сколько зарабатываешь сколько ты будешь здесь жить этот клиент как бы он знает эту нишу он знает нишу строительства нишу недвижимости вообще и потом я сказал что ты знаешь что ты был тут не 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 пир ты не первый тут у меня как бы на не огуренок ей хорошо он говорит как продвигаемся дальше то есть ему все понравилось мы хорошо поговорили и мы взяли этот пинхаус мы подписали эксклюзив с ним пинхаус мы вели примерно три месяца мы все правильно подготовили мы сделали съемку мы сделали фотографии мы поставили там квартира продавалась пустая там была кухня работал ну все кухня была рабочая мы сделали себе такой угол потому что ну мы так любим представлять недвижимость то есть опять же смотря кого ты представляешь вот твоего клиента покупателя или продавца неважно арендатора или арендодателя ты представляешь его интересы то есть каждый клиент который приходил у нас вы поставили там кофемашину там все сделали красиво такой уголок это наш был уголок это был очень такой классный пинхаус с 80 метровым балконом и ты с балкона видишь только море мы его продали за три месяца сделка была очень успешная мы работали с контрагентом провели переговоры 8 миллионов 8 миллионов шеки и пинхаус да но это было относительно он был он был такой что там требовался очень сильный ремонт квартира была не в лучшем состоянии она была это без ремонта я потом приехал в эту квартиру после ремонта меня позвал хозяин у меня есть как бы фото до и после это вау это вау слушай ну наверно ты раз работаешь таком люксовом сегменте у тебя наверно много звезд всяких сила партиз до приезжают снимайте покупать квартиру да есть известные люди есть есть большие ну конечно я русскоязычный риэлтор у меня есть много русскоязычных бизнесменов все очень интересные классные люди которые очень адекватные очень с ними очень интересно вести вот этот бизнес они понимают что если их представляет риэлтор то сделка будет более правильная и они верят в то что я не всегда это говорят что профессионал должен как каждый должен быть своим в своей отрасли в своей своей нише профессионал то есть своим делом каждый должен заниматься своим делом поняла то есть если ты риэлтор то ты должен быть профессиональный и правильно закрывать сделки то есть Они видят преимущество, когда их представляет риэлтор, когда их представляет профессиональный человек. Я не знаю, что сделка закроется лучше в их пользу. Супер, спасибо тебе большое, Павел. Тебе спасибо, что пригласила. Большое спасибо. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Сегодня я попыталась поделиться с вами всеми за и против в поиске квартиры в Израиле. Напишите в комментариях свой опыт и что бы вам было еще интересно узнать. Мы постараемся ответить на все вопросы в комментариях. Всем спасибо, всем пока.